По традиции парад памяти открывают расчеты в форме времен Великой Отечественной войны. Именно в такой одежде 83 года назад здесь стояли части Красной Армии. 65-я и 239-я стрелковые дивизии, моряки и краснознаменные Амурской флотилии. А летчики готовились к авиационному показу. Тогда, в ноябре 1941-го, по площади маршировали и сразу уходили на фронт более 25 тысяч бойцов. С этой площади в далеком 1941 году наши деды и прадеды уходили на фронт защищать родину. Многие из них прошли долгий путь, освободив от захватчиков родную землю и порабощенные страны Европы. Многие погибли в боях и дожив до Великой Патриоты. Их отвага, верность долгу и родине – пример для нас в служении Отечеству. И, безусловно, образец для подражания и патриотического воспитания молодежи. Вслед за пешим расчетом проехала восстановленная техника – мотоциклы, машины, газ, бронеавтомобили и танки. Их предоставили частные коллекционеры, музеи, военно-патриотические и исторические клубы. А сразу после исторической части на площадь вышли солдаты, сотрудники внутренних служб и кадеты, юнормейцы, члены военно-патриотических клубов. Всего 125 расчетов, более 7,5 тысяч человек. В Самару приехали представители всех регионов России. Некоторые приехали на парад впервые. Мы едины в своем стремлении сохранить священную память о героизме, мужестве и патриотизме тех, кто сокрушил фашизм прошлого. И едины в стремлении поддержать тех, кто вновь вынужден бороться с фашизмом уже в 21 веке. Парад памяти дает возможность каждому из нас почувствовать самая частность, подвигу старшего поколения, испытать подлинную гордость за наш народ, за нашу великую страну. Центральной темой парада памяти в этом году стал год семьи. Наша семья – наша победа. Под таким девизом проходили все мероприятия международной патриотической акции. Парад памяти – это пример преемственности поколений, защитников нашей Родины. Он проникнут духом мужества и изгибаемой воли защитников Отечества. И наш долг – сохранить память. Среди гостей парада участники СВО и их семьи, а также ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда, которые тогда ковали победу в тылу. Вероника Сидоршина в этом году отметила столетний юбилей и мечтала посетить парад. Воспоминания о Дне Победы до сих пор греют ее душу. Мы были на заводе, и вдруг объявляется конец войны. Все выскочили от завода и бежали. Куда бежали, никто не знал. Завод был на горке. С горки бежали, все плачут, все плачут. Бросаются друг к другу незнакомые и целуют друг друга. Ветерана поздравили полпред Игорь Комаров, губернатор Вячеслав Федорищев, депутат Госдумы Александр Хинштейн, а также исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Он пожелал здоровья Веронике Серафимовне и отметил, что парад памяти – это одна из важнейших традиций в городе. Важно приучать любить свой, гимны знать его. Важно понять, что такое знамя, его ценность, понимать, что такое дисциплина. Это же мы видим только финальную часть. А сколько было времени подготовки, а сколько было времени тренировок. И не только на площади. И они нам сегодня показали результат, и они им гордятся своим результатом. Это важно. Завершился парад памяти, как и в 1941 году, демонстрации трудящихся. В колонне по площади прошли представители самых крупных промышленных предприятий Самарской области. Также на площади развернули несколько патриотических площадок. Гости праздника могли посетить музейные экспозиции, поближе рассмотреть трофейную технику стран НАТО и технику времен Великой Отечественной войны, а также попробовать полевую кухню. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Валерий Майоров. События. Продолжение следует...